Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурадье, и со мной в связи историк-политтехнолог Давид Идельман. Давид, добрый день. Добрый день. Давид, я бы хотел обсудить последние метаморфозы, которые происходят у нас на нашем политическом Олимпе, у нас объявлено о слиянии двух серьезных партий и на очереди, по крайней мере по некоторым, так сказать, слухам и упоминаниям журналистов, на очереди слияние еще нескольких партий. Что происходит и к чему нам ждать к выборам, которые уже, в общем-то, не за горами? Ну, во-первых, да, у нас выборы 1 ноября. Это не за горами, а так есть учитывать все приготовления, которые необходимы. Это «Здравствуй, это завтра». Другой вопрос, что мы вообще сейчас живем в мире опросов, в котором верить не очень можно. Вот недавно в российском издании «Проект» было огромное расследование, почему нельзя верить российским опросам по поводу поддержки Владимира Путина. И там это исследование называется «Ненатуральные числа». Всем, кто интересует такой вот социологией или, вернее, вопросами социологического мошенничества, очень рекомендую посмотреть. Действительно, есть возможность подгонять вопросы, округлять ту или иную сторону, задавать правильные вопросы и так далее. Но, вообще-то, вот как говорил классик французской социологии Бурдье, опросы вообще – это в лучшем случае они верны только на тот день, когда они делаются, а в худшем случае они являются не видом измерения, так сказать, температуры по больнице, а способом политической пропаганды. Но мы еще знаем с тобой, что очень важно, кто заказал эти опросы. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Да, но очень часто нам дают опросы и не указывают, кто заказчик. Еще чаще бывают случаи, когда, допустим, какая-то социологическая фирма работает с определенной партией, а кроме того, ей заказывают СМИ, но специально так договариваются. И когда, и тогда она дает большую часть опросов для этой партии, ну и когда она дает отчеты для СМИ, то она дает очень специфические результаты. И это, собственно говоря, и называется у нас политологией. Вообще, кстати, французское слово «политолог» возникло в 60-х годах, знаете, для одной специальной профессии. Для человека, который в студии телеканала комментирует результаты опросов. Вот именно этим и занимались политологи. Ну и понятное дело, что эта вещь была скорее влияние на общественное мнение, чем его измерения, исследования и так далее. Объективность… Павел, нет ли в твоих словах скрытой мести политологам со стороны политтехнологов? Нет, просто показания, что я вообще-то не скрываю то, что я работаю обычно. Если уже работаю, то я работаю не как объективный исследователь, что называется. Я это не собираюсь скрывать. Обычно я имею свое мнение, имею свою позицию и не пытаюсь патендовать на объективность. Хотя, как правило, я даю разные точки зрения гораздо больше, чем претендующее на объективность политологи. Теперь, что касается ситуации на сегодняшний день, то у нас действительно есть большинство опросов, которые заказывают телеканалы. И они относятся к так называемым дешевым опросам, которые делаются очень быстро, с минимальным количеством людей, 500 человек, и чтобы публиковаться в тот же самый вечер. При этом в этих опросах очень часто не учитываются так называемые колеблющиеся голоса, сидящие на заборе. Не учитывается, а как же разделяются голоса тех, кто не прошел и так далее. Эти опросы сегодня дают очень определенную тенденцию, которая благоприятна для блока криминных мер. Теперь опросы, которые... Я видел последние два дня опросы двух партий. У меня нет права на них ссылаться. Но я могу сказать, что они очень сильно отличаются от того, что реально... От того, что дается большинство средств. И по отношению к разным партиям, и по отношению к блокам. Но главный вопрос сегодняшней социологии, вернее, можно сказать... Вот вчера еще он был более актуальным, сегодня он немножко изменился. Почему? Главный вопрос — это сколько партий не пройдет электоральный барьер. Сколько партий не пройдет электоральный барьер. Почему? Потому что голоса партий, не прошедших электоральных барьер, по закону Бадера-Оффера делится, но делится непропорционально. То есть, условно говоря, если у вас 30%, а у остальных по 5%, то вы получите не 30% оставшихся голосов, а гораздо больше. То есть, чем больше у партий мандатов, тем меньше становится цена мандата, когда присоединяются оставшиеся голоса. Поэтому, допустим, когда на первых выборах 2019 года, выборах апрельских, и Ликут, и Кахоль, Лаван получили 35 мандатов, то у каждой из них по 5 мандатов — это были мандаты непрошедших. Вы помните, тогда не прошли эта партия Беннета «Новые правы» и утащила 140 тысяч голосов, не прошла партия Фейгрина — 100 тысяч голосов, не прошла эта партия Огнелеви — 70 тысяч голосов. В результате там из непрошедших это приближалось к 350 тысячам. — Давай напомним, сколько вообще сейчас весит один мандат. А вот это каждый раз по-разному. В зависимости от того, мы помним, что он когда-то стоил 24 тысячи, потом поднимался до 28-30, он может весить по-разному. Чем больше населения… — Сколько мандатов нужно для прохождения ФНС? — Нужно получить 4 мандата. То есть это минимум. — То есть тот, кто не получит 4 мандата, тот выбросит в корзину свои голоса, точнее не в корзину, а отдаст их другой партии, и неизвестно, какая партия это получит. По крайней мере, это, может быть, совершенно не та партия, за которую голосовали избиратели. — Да. Это, что называется, благодетели Ликуда. Это главные благодетели Ликуда — те, кто голосует за непроходящую партию. То есть, условно говоря, люди, которые голосовали за партию левую, но которая не прошла, в результате отдали свои голоса Ликуда. Так вот, я просто хочу напомнить, что раньше… Что такое «не пройти»? В 99-м году, когда я первый раз участвовал в израильских выборах НЕСЭТ как политиколог, не прошедшая была НЕРУ, которая не прошла, получив 50 тысяч голосов, ей не хватило несколько сотен голосов для того, чтобы пройти электоральный барьер. Это было 50 тысяч. А на первых выборах 2019 года они прошли новые правы во главе с Беннетом и Шакетом, и они получили 140 тысяч. Им чего-то не хватило. То есть, мы видим, что высота электорального барьера выросла почти в три раза. И когда мы говорим, что там появляется новая русская партия, мы говорим, хорошо, но в лучшем случае они получают там 10 тысяч. В лучшем случае они получат 300 голосов, как, допустим, Хазон, ЦИНО, а вопрос этот… Но даже 10 тысяч, они близко не приближаются к электоральному барьеру, который сегодня будет, наверное, в районе 150 тысяч. Хорошо, а зачем тогда возникают эти партии? То есть, не просто возникают, а ведь кто-то вкладывает деньги, не просто деньги, а, я не боюсь этого слова, большие деньги. Для того, чтобы что? Ну, смотрите, некоторые партии, это наиболее рационально, они возникают для того, чтобы забрать голоса у кого-то другого. Ну, допустим, у вас в эфире, по-моему, тебе же и интервьюровался Александр Елен, который рассказывал о том, что он создает новую русскую партию. И, по ходу, он сказал, что мы будем требовать, чтобы партия, получившая наибольшее количество голосов, это автоматически формировало правительство. Он мог бы просто написать на голове «Я за Библию». Это было бы настолько же четким адресным описанием. И понятное дело, что, допустим, если перед первыми выборами Ликут способствовал появлению русской партии Семена Графовна, есть и способствовал, да, мы точно не знаем, то это было сделано, чтобы немножко урвать у НДИ голосов. Они не пройдут, но что-то… Две с половиной тысячи голосов они отняли. Если перед вторыми выборами была партия мэра Твери, который украл у НДИ свой лозунг «И правый, и светский», то он открыто потом сказал, что он не только шел на деньги Ликута, все его пропагандистские ролики он получал готовыми из штаба Ликута. Есть этот… Ну и сколько он оттянул? Я пытаюсь понять соотношение затрат и результатов. Стоило ли это тех денег? Иногда, чтобы этот недополучить мандат, не хватает 50 голосов. А если этот человек оттянул две с половиной тысячи, то это, конечно, он уменьшает у кого-то шансы. Тут вопрос достаточно сложный. Есть люди, которые идут просто из-за вопросов эго. Есть те, которые считают на ура, на удачу, а вдруг повезет. Когда-то же повезло, допустим, партии ЦОНИК, которая там рассчитывала на 2 мандата, может быть, а получила 8. Когда-то же повезло партии пенсионеров, которая и на 2 мандата не рассчитывала, а рассчитывала только поднять тему, а получила 7 мандатов. Бывает, что везет. Когда-то повезло партии ШИНУ, которая рассчитывала на 2 мандата, а получила 6, а потом 15. Поэтому можете повести, есть такой риск, можно попробовать. И в этом отношении появляется, допустим, сейчас один из вопросов, это вопрос о еле Чакет. Она, скорее всего, не проходит электоральный барьер. Ну так что ей не идти из-за этого? Или, допустим, партия Меретс не проходит электоральный барьер по вопросам? И что Меретсу, который имеет 30-летнюю историю, не идти на выборы? Мы здесь как раз подходим к теме, собственно, которую я анонсировал вначале. Это слияние и поглощение. То есть та же самая Меретс собиралась, так сказать, им пророчили, что они заключают договор с АВДой и вместе с партией АВДА они идут единым списком. Пока что этот вопрос не решен. Но мы знаем о другом. Мы знаем, что состоялось, так сказать, подписан договор о слиянии партии, которой руководит наш бывший генерал. Да, и вроде как это будет такая довольно сильная коалиция, комбинация двух партий. Правда, Зея Фелькин откатывается там аж, по-моему, если не ошибаюсь, на шестое место. На седьмое даже, да, видите, я о нем очень хорошо подумал. Ну, оно, несомненно, будет, скорее всего, проходное, но, тем не менее, как-то немножечко унизительно для коллектива. Итак, что это за слияние и к чему оно приведет? Так вот, вопрос, сколько пандатов получат Ликут, это вчера еще был вопрос о возможном непрохождении трех партий. Это Айелет Шакет и ее партия Емина. Это Нусан Горовиц и его партия Мерас. И это была партия Гидеона Сара «Новая надежда» Текла Хадаша. Так вот, если Гидеон Сар уже заключил сделку с танцем, то это обозначает, что одной проблемой стало у возможной коалиции Иерлатида меньше, а одной надежды больше. Теперь вопрос, с кем может объединиться Мерас? Скорее всего, может объединиться только с Авадой, но против этого руководительница Авады, которая понимает, что объединение может критически уменьшить количество мандатов и Авады, и Мераса. Потому что на прошлых выборах они разыгрывали «спасайте, спасайте, мы не проходим». Яир Лапид не мог пить у них мандаты, что у нас говорят на еврите, а он вынужден был, когда обзванивали избиратели, и они говорили, мы голосуем за Мерас, не уговаривайте голосовать за Мераса, а говорите, все, ребята, вы на правильном пути, голосуйте так, как хотите. То же самое с Авадой. Поэтому в тот момент, когда они объединятся и точно проходят, то они могут на двоих взять, допустим, не 14 мандатов, как у них сегодня есть, а всего 6, как, допустим, было… Да ведь так то же самое у Бенни Ганса с Гедоаном Саром. Объединение, мы это многократно наблюдали, что объединение, оно не дает арифметическую сумму тех мандатов, которые им сулили опросы. Окей. Объединение не дает… Это не арифметика. Это может быть умножение и может быть деление. То есть я хорошо помню, что, допустим, на муниципальных выборах бывали случаи, когда объединялись два списка, которые оба имели по два мандата по опросам, а вместе получили один. Такое тоже бывает. Что касается этого объединения, то тут очень интересная вещь. В одиночку текла Хадаша «Новая надежда» во главе с Гедоаном Саром не проходила литеральный подъем. Или проходила там чуть-чуть. В одиночку Бенни Ганс справа 8-9 мандатов. Теперь им вместе дают 15 мандатов и даже подозревают, что возможность срока. Я объясню, за счет чего может быть падение и за счет чего может быть рог. Понятное дело, что падение может быть из-за того, что от них ожидают объединения. А как только они объединяются, они могут начать партию. Примерно то же было с партией самого Гедоаном Сара, который ушел вместе с такими добрыми молодцами, как Зейф Элькин и светлыми девицами, как Шаша Битон из Ликуда. И по опросам имел 18-20 мандатов. А в результате получил 6. И такое может быть, они могут упасть. То есть может быть, что место Зейф Элькин станет негеальным. В принципе, такое возможно. Но может быть, что они начнут расти и расти гораздо больше 15 мандатов. Что позволяет надеяться на это? Первая вещь, почему-то у Бенни Ганса, которого мы очень часто обшучивали в студии ТНТВ, у него есть достаточно много сторонников. Это было для меня всегда загадкой. Я просто пытался исследовать. Я смотрел по ходу группы, которые были с людьми, которые говорят, что они готовы голосовать за Бенни Ганса. Меня очень удивило. Знаете, что самое интересное? Он получает голоса за счет того, что он считается... Он не махер. Он не такой вот, который хитрый, сделает все, комбинатор и так далее. Но, в общем, вещи, которые мы считаем, в принципе, достоинства политика. То есть, как там, я старый солдат и не знаю слов любви, да? Да. Он за то, что он старый солдат и не знает слов любви, поэтому давать ему надо без объяснений. Вот. Он такой не махер, он такой вот этот... Он не человеки-шеф, он не комбинатор. Но он вот старый солдат, можно четко надеяться, что вот он за страну. Давид, это же страшно. Он бесхитростый. Это же страшно. Разве можно без хитростного солдафона, генерала, пускай успешного генерала, хотя успехов он никаких особо там не добился. А разве можно такого человека назначать, выбирать премьер-министром страны в надежде, что вот он такой бесхитростный, прямой, так сказать, принципиальный и поведет страну так же бесхитростно и прямо? Он будет служить, он будет выполнять. Типа, как умею, так и выполняю. Есть избиратель и на это. Мы просто с вами люди второй молодости, будем говорить мягко, да? И там, и мы хорошо помним такого немецкого политика Гельмута Коля, помните? А советского телезрителя всегда поражало его прическа. Вот оно было явно не прическа, над которой работали имиджмейкеры. Это была прическа, которую можно поправить рукой. Вот так вот теперь, потом, когда он уже ушел, выяснилось, что над этой прической много-много работали имиджмейкеры. Вот именно над такой прической, которой можно так рукой поправить и тягнуть. А потому что выяснилось, что за Гельмута Коля готовы были голосовать те немцы, которые на фокус-крупах выяснилось. Вот за кто из политиков, у кого из политиков вы готовы купить поддержанный автомобиль. Автомобиль со вторых рук. Вот в этом побеждал Гельмут Коль. Есть и такие избиратели. Вот в Германии их казалось большинство для того, чтобы Гельмут Коль победил. Может быть, для нормальной страны это неправильно. В Израиле таких не очень много. Но это опять-таки люди, которые любят армию и все остальное. И поэтому это одна из первых причин, почему растет Галландия. Есть вторая причина. Ганц растет за счет одной партии. Он растет за счет Ликуда. И может вырасти. И, собственно, Ганц – это большая надежда Лапида. С одной стороны, он, правда, и у Лапида может отбирать голоса. Но с другой стороны, он может отбирать голоса. Почему? Потому что они создали такой правоцентрический блок, государственный. Ганц очень правильно вел, это опять-таки его советники, которые работали на него, он очень правильно вел себя во время вот этого года. Когда, помните, политические интриги. Этот встречается, закрывается этим. Тот пытается надавить на того. Этот возражает. Все друг с другом ругаются. И в этот момент благостный Ганц, который занимается со своим министерством обороны, и никуда не лезет, кроме министерства обороны. И он создает именно… Это был имидж правильного служаки, который не ругается, который бесхитрый, все остальное. И он создает, он берет в себе Гедеона Сара, он создает правоцентрический блок, который может привлекать ликудников, которые вообще хотят правое правительство. Но уже им уже, они уже устали. Но религиозные партии уже напомнили, намекнули, что они готовы идти с Ганцем, и они как бы предупредили Бениамину Латаньякову, что если он не сможет своему мировать правительство, то они тут же как бы пойдут за Ганцем. Потому что сидеть в оппозиции они не готовы. Абсолютно бескорыстно хочется денег. Окей, так вот. И это третья причина. Вот представьте себе, человек хочет право правительства с религиозными партиями. Может он такое хотеть? Может. Даже традиционалист, не ортодокс, а просто верующий человек, который носит кипу, но не особенно этому уделяет внимание. Так вот, этот человек хочет национально-религиозное правительство. Он понимает, что во главе с Биби такого правительства не будет. У него появляется шанс. Можно проголосовать за Ганца, который идет к Гедеоном Сара. И будет такое правительство. Государственников, вояк. Они еще собираются на второе или третье место взять Айзенкота. Опять-таки, начальника, бывшего начальника Генштаба. Тогда Элькин, кстати, передвинется на восьмое место. И тогда они могут идти. Мы много смеялись над начальниками Генштаба во главе партии. Но выясняется, что для израильского избирателя это все-таки функция. Это очень много значит. И израильский избиратель готов доверять судьбу страны именно генералам. Многие избиратели именно так. А многие равидно. Давид, а где в этом пассианте окажется партия Ешатит? То есть пойдут они на союз с Бенни Гансом? Или их участие в такой коалиции будет заблокировано религиозными партиями? Которые во всему сущности говорят, что уж с Лапидом-то они точно сидеть в одном правительстве не будут. Но они говорят, что называется. То есть это тоже вопрос денег? Ты это хочешь сказать? Это вопрос шансов. Смотрите. Так вот, если у Ганса действительно получится вырасти, если он пройдет свои 15 кандатов и пойдет в направлении 20, то он может получить больше, чем на 50. И тогда он может стать безальтернативным кандидатом для собственного блока вместе с Ешатит, вместе с Либерманом, вместе с Авадой Мерец и, возможно, с арабскими партиями. Плюс к этому блоку может, допустим, прибавиться какая-нибудь из религиозных партий. Например, я могу точно сказать, что во время этой каденции еврейство Торы Агудат-Исраэль, она готова была расставаться. Там две партии – Литваков и Хасидов. Вот партия Литваков для Гелятора во главе с Машей Гафни вела переговоры, что она готова выйти из своего блока и присоединиться к правительству. Такое вполне возможно. Сегодня вполне возможно, что и Литваки и Хасиды войдут в этот блок, если они увидят, что у Натаньякова нет блока. Есть второй вариант. При втором варианте Ганс объединяется с Натаньяковым, но он становится первым по ротации, а вторым по ротации Натаньякова. Но Ганс, если он захочет обезопасить себя, он может попытаться втащить вместе с собой Лапида. И если это будет правительство Ганс, Натаньяков, Лапид, то тогда религиозные должны будут туда входить. То есть хотите – входите, не входите – не входите. Что-то мне подсказывает, что они все равно войдут. Да, ну то есть тут, что называется, есть вариант. Поэтому у Ганса есть вариант расти за счет Никуда, и он может стать спасением. Теперь второй вопрос Меретса и Авады. Он будет решаться только после Праймерис в обоих партиях. Вполне возможно, что у Меретса будет новый лидер, и если они увидят, что они проходят электоральный барьер, то они с Авадой решают, что они пойдут порознь. Вопрос о Елене-Шакет – это самый сложный вопрос. То есть даже если Меретса и Авада объединятся, как объединился Ганс с Гидеоном Саром, а в Шакет никто не хочет объединяться. То есть она со своим поведением внутри калиции, может убегу в Липут, может кто-то еще убежит, и она, и ее партия Емина, откуда ушел председатель, глава правительства Беннет, они все видят их в качестве бремени, нагрузки. Дальше возникает очень интересный вопрос, что социологи говорят, что только прохождение партии Шакет дает возможность Натаниэгу рассчитывать на большинство, на то, что будет большинство против 61. Только прохождение партии Шакет через директоральный выбор. И второе, мы знаем точно, что Натаниэгу уже приняло решение мочить Шакет 70 лет. Почему? Потому что и он тоже, ну это знаете, как скорпион на лягушке в басне, который не готов позволить ей переплыть реку, потому что у него характер такой, но Шакет тоже и Натаниэгу не может очень много простить. Ну и кроме того, у Натаниэгу несколько раз был шанс ввести Шакет в Ликут и, может быть, получить больше. И если бы он ввел Шакет в Ликут, как несколько раз ему предлагали, он бы мог уничтожить Беннет еще перед выборами. Но... Я стал на продажу пару раз. Но дело в том, что у Шакет есть... Продажная женщина. У Шакет есть одна большая покронница, в кавычках, в Ликуте. Это Сара Натаниэгу. И там что-то личное, очень личное. Потому что каждый раз, когда возникал вопрос, там, Шакет, Ликут или там ничего как-то... Вот у Натаниэгу вставал вопрос или я, или она. Или она, или Сара. Да. Не, ну то есть со стороны Сары. Я или она. Слушайте, наше время подходит к концу. Я думаю, мы к этой теме вернемся. Тема неисчерпаемая. И, собственно, до выборов, до 1 ноября, у нас колода будет причудливо тасоваться и в дальнейшем. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Давидом Адельманом, политтехнологом. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Вел программу Александр Гурария.